Несмотря на то, что на этой неделе рабочих дней было меньше, чем обычно, они оказались чрезвычайно насыщенными на разного рода события. Но, пожалуй, к главной новости можно отнести задержание Антона Шеломенцева, заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Преступление выявлено сотрудниками ФСБ по Алтайскому краю. По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, тогда еще председатель комитета по дорожному хозяйству, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. Книжные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий, а также обеспечение возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов, позволяющих осуществлять городские пассажирские перевозки на таких маршрутах. Напомним, Антон Шеломенцев работает чиновником с 2012 года. В 2017 году был назначен на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Два года назад Шеломенцева повысили до зама главы города по дорожному хозяйству и транспорту. А в отношении пассажироперевозчика, который, вероятно, дал Шеломенцеву взятку, следователи также возбудили уголовное дело. Стало известно, что это крупный в городе предприниматель Олег Бесчастный. В телефонном разговоре с редактором «Толка» он заявил о своей непричастности к данному делу. Однако, как утверждают проверенные источники в правоохранительных органах, это именно Олег Бесчастный. Тем временем стало известно, что бывшую управляющую Барнаульским жилфондом, скорее всего, депортируют. Ее делом, по нашей информации, могут заняться в Алтайском крае. Напомним, 2 января Людмила Авдюхина была задержана Интерполом в Аргентине. Женщину подозревают в хищении 2 миллионов долларов. Она могла похитить деньги клиентов и сбежать за границу. Известно, что в Аргентину Авдюхина и ее семья приехала около года назад. Каждые 60 дней ей приходилось менять место жительства. Почти год возможная авантюристка находилась в международном розыске. Видимо, теперь Людмиле Авдюхиной придется сменить жаркую Аргентину на сибирские морозы. Несколько дней на этой неделе край жил в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Прогнозы синоптиков пугали мощным ураганом. И он прошел в ночь с 10 на 11 января и натворил немало дел. Так, три метеостанции зафиксировали молнии в нескольких районах края. Гроза в январе – явление для нашего региона уникальное. И наблюдались резкие температурные пляски, местами с перепадом в 30 градусов за сутки. Наш следующий материал о том, какие последствия оставил после себя уже третий с начала года шторм. И стоит ли нам привыкать к таким климатическим скачкам. Ее прям жесть, там аж машину не видать. Офигеть, вот это она дует. Этой ночью жители многих районов уснуть не могли. Так в Табунском Пургазы носила деревня и чудом не унесла крыши, писали в соцсетях люди. 10 января Алтайский край накрыл шторм уже третий с начала года. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. На ночь перекрывали два участка краевых дорог в южных районах. Но без происшествий не обошлось. Кололед страшный вообще. Начал тормозить, вроде пустой. И ветром, прям на глазах, мы пограничники говорят, прям на глазах ветром стащило туда. В Рубцовском районе ветер стащил фору в Кювет. В Усть-Пристанском не справился с управлением водитель легкового авто. Откопаться сам мужчина не смог и вызвал спасателей. В Ельцовском районе в Кювете оказался рейсовый автобус. В этот момент в нем было 22 пассажира. В Целином районе с дороги съехал автобус с 13 пассажирами. В этих происшествиях никто не пострадал. А в Первомайском районе этим утром проснулись без электричества несколько улиц в разных населенных пунктах. Персонал филиала Россети Сибирь-Алтамерга сейчас ведет аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи напряжением 0,4 кВт. Это уже точечные заявки в нескольких территориях края. Например, в пригороде Барнаула работают в поселках научный городок, скользованная заимка, плодопитомник. И в Павловском районе персонал работает в села Киприно и Амутское. Наибольшей силой ветер сегодня достигал в пригороде Барнаула, западных, восточных и южных районах края. Все это сопровождалось большим перепадом температур от минус 30 до плюс 8 ночью. Такое аномальное значение для 11 января зафиксировали в Поспелихе. А к утру вновь похолодало до минус 15. И это не единственная аномалия. Сегодняшней ночью угрозы были зафиксированы метеостанциями тремя. Это Волчиха, Благовещенка и Мамонтова. Связаны такие грозы с неустойчивым состоянием атмосферы при резкой смене погоды. Из-за каких-то глобальных климатических изменений происходят изменения в сезонных погодных условиях. В этом году, допустим, у нас была очень необычайно длинная осень. Возможно, что зимние грозы мы будем наблюдать чаще. В Краевой столице сейчас восстанавливают работу светофоров на нескольких участках и устраняют повреждения киосков на площади Сахарова. Глава Барнаула поручил специалистам обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Стало известно, насколько точно повысится в этом году тариф на холодную воду и водоотведение для барнаульцев на 18,5 и 20% соответственно. Напомним, с июля этого года вырастут тарифы на услуги ЖКХ, в том числе и на воду. В Барнауле величина платы на одного человека увеличится на 53,5 рубля. Или, например, для семьи из трех человек разница составит 160 рублей. В водоканале пояснили, что система водоснабжения и водоотведения краевой столицы и пригорода нуждается в постоянном обслуживании и модернизации. Компания запланировала масштабные работы, которые должны существенно улучшить коммунальную инфраструктуру. С нового года в Алтайском крае выросли взносы и на капремонт на 14%. Соответствующий документ подписал губернатор Виктор Томенко. В нем указано, что для многоквартирных деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей размер минимального взноса установлен на уровне 12 рублей 49 копеек за один квадратный метр. Жителям кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей придется платить минимум 11 рублей 23 копейки. А тем, кто живет в пятиэтажках и более высоких домах – 10 рублей 18 копеек. Ранее в Минстрое края повышения взносов объясняли нехваткой средств для реализации краевой программы капремонта. Предыдущая индексация проходила в январе прошлого года. А между тем, собственники квартир в новостройках часто недовольны качеством строительства домов. Так на неделе к нам обратились жители Новоалтайской многоэтажки. Они недовольны тем, что стены мокнут и трескаются. При этом стоимость обслуживания дома и его отопления, считают люди, необоснованно завышенная. Как это комментирует застройщик и будут ли предприняты какие-то меры по устранению дефектов – в сюжете Юлии Щепиной. Вот она вытяжка, видно сразу, вот оно пятном водянистое. Это, получается, сторона стенки, получается, просто вся мокрая стоит. Новоалтайск, новостройка Натитова. Дом сдан в октябре. В начале ноября в нескольких квартирах на девятом этаже заплакали стены. У меня начал балкон потекать. И ситуация в том, что я вызвал, получается, с гарема людей, чтобы они пришли и посмотрели. Мне сказали, что у меня якобы тяги не хватает для просушивания квартиры. Проходит время, буквально еще дней 10, у меня начинает стена, правая стена, получается, возле вытяжки, начинает сильно промерзать и начинает сильно течь. На сроке сильно текет, что у меня почти вздувается, ну как не вздувается ламинат, у меня сильно просто скапливается вода, кухонный гарнитур весь стоит мокрый. У меня было влагообразование на стене, в результате чего произошло отклеивание обоев, получается, от стены в спальной комнате. Но, к счастью, мне повезло, у меня эту проблему устранили. Такая проблема для квартир верхних этажей в первый год после сдачи дома типично заверяет застройщик. Это проблема везде такая, и в Барнауле, и здесь у нас, когда мы сдаем дом зимой, значит, и дом сырой, и вот когда морозы начинаются, тяга получается вовнутрь. Эта проблема, она постоянная, и ничего тут страшного нет, она исчезает через год, полтора, два даже. Застройщик советует чаще проветривать помещение, включать вентиляторы на вытяжку и следить за собственностью. Однако жители не устраивает и состояние подъездов. Произошла деформация различных покрытий. Произошло отслоение тамбура от общей жилой площади подъезда. Пока нам ответа не дали, запросы все оформляли. Скажите, пожалуйста, кто так строит? Сейчас, потому что так вот строят, как попало. Ну, тамбуру, они же ведь, когда вот этот пристрой, как тамбуру, она отдельно от дома строится. Потом уже мы его, это самое, выложили вот, тоже летом, и при температуре, вот видите, получается здесь трещина. Летом все устранится, сейчас все дергается. В подъезде может трещинки быть, могут трещинки быть, ничего тут страшного нет. Недочеты устраняются, достаточно написать заявление, говорит Геннадий Журавлев. Однако собственники утверждают, застройщик и управляющая компания неохотно идут на контакт. Да и цена образования на тариф по отоплению, несмотря на наличие собственной котельной, людей возмущает. У меня, получается, студия, 28 квадратов жилой площади, и у меня просто за отопление, это считает, трешка ушла. Ну, что это вообще? Дом у нас новый, мы еще толком не живем, но за коммуналку платим уже больше, чем в квартирах, в которых живем. Когда семья начнет полноценно жить, то коммуналка возрастет до 7-8 тысяч за двухкомнатную квартиру в городе Новолатайске, это вообще неслыханно. Текущий тариф у нас за одну килокалорию составляет 2937 рублей. Тариф у городской котельной составляет 1630 рублей. У нас и 2900, и в городе так же. 1600 вот здесь, на Деповской у нас, и на Высоковольтной, вот это наша котельная, которая была здесь. Только единственная котельная, где, значит, занижены эти нормы. Тарифы рассчитывает управление по ценам, значит, города Барнаула. Вот. И они сосчитали так, как она есть и как должно быть. И он такой же точно, как по городу, по всему нашему Новолатайскому. Новолатайск. Застройщик заверяет, в скором времени тариф на отопление для жильцов этого дома станет немного меньше городского, в среднем на 50 рублей. А что касается других жалоб, советуют набраться терпения и понимания. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Для защиты от буйных пациентов машины скорой помощи в крае оснастят системой видеонаблюдения, а сотрудников экстренной службы – тревожными кнопками. Об этом на днях сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В последнее время пациенты скорых все чаще проявляют агрессию в отношении медиков. Многие эксперты предлагали для защиты от буйных выдать врачам электрошокеры. Но это абсолютно неприемлемо, уверен министр. Бороться с агрессивными больными в трех крупных городах края – Барнауле, Бийске и Рубцовске – будут с помощью системы видеонаблюдения. Ее оснастят автомобили скорых, а также посредством нагрудных систем записи, которые выдадут медикам. Порядка 6 миллионов рублей это будет стоить бюджету краевому для того, чтобы оснастить бригаду этих трех подразделений. Параллельно мы тоже слово пилотировали, да, пропробовали как раз-таки совместно с Росгвардией вот эту тревожную кнопку, которая на смартфон устанавливается, возможность. И действительно достаточно оперативно, ну все зависит это город или село. Такой способ борьбы с агрессией пациентов тоже себя хорошо зарекомендовал. Более тесное сотрудничество с Росгвардией обсудят до конца января, как и финансовую составляющую вопроса. По словам Попова, это весьма затратная история. Ну а системами видеофиксации оснастят 130 автомобилей скорой из 260 работающих в регионе. Министр считает, сам факт того, что в машине есть камеры, может заставить агрессивных пациентов вести себя разумнее. В Алтайском крае, впрочем, как и в других российских регионах, фиксируют сейчас так называемую тридемию, когда одновременно распространяются ОРВИ, ковид и грипп. Причем грипп в этом году пришел гораздо раньше обычного и вполне вероятно, что пик его еще впереди в январе-феврале. Подробности далее. Резкий рост числа ОРВИ пришелся на середину декабря. И сейчас в крае, по данным министра здравоохранения региона, скорее всего, пик заболеваемости. В самом начале января количество вызовов скорой резко возросло. С 1700 в обычное время до 3200 только 1 января. Фиксируют в регионе и ковид. Правда, рост числа больных этой инфекцией чуть замедлился. Ковидные госпитали и инфекционные отделения, по данным министра, справляются с количеством госпитализированных. Например, на 50-50 коечный фонд это ковидные госпитали, 34 пациента, 3 находятся пациента в отделении реанимации. Среди попавших в больницу 709 человек с пневмониями, 162 с ковидом и лишь 7 с гриппом. Поэтому пик этой инфекции может быть еще впереди. Традиционно рост заболеваемости гриппа, это где-то конец января-февраль. Обычно такая волна приходит. Пока что мы говорим о гриппе А. И обычно мы сталкиваемся в первую волну как раз таки с гриппом А. После этого приходит грипп Б, вторая волна. И она чуть дальше, в март месяц обычно уходит. Примерно традиционно. В этом году грипп пришел раньше обычного. Медики совместно с Роспотребнадзором планируют мониторить ситуацию, как и штаммы, распространяющиеся в крае. Кстати, в регионе зафиксировали 9 случаев гриппа АН3Н2. Но к какому из циркулирующих сегодня подтипов, филиппинскому, гонконгскому или виктории он относится, определить может только Федеральный Роспотребнадзор. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. На шинном заводе в Барнауле на неделе произошло ЧП. Погиб 30-летний рабочий. Об этом сообщает Следственный комитет края. Правоохранители, в частности, выяснили, что ЧП произошло во время испытания станка, на который установили новую деталь. Ее разорвало, и часть детали попала в голову слесарю-ремонтнику. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Идет проверка. Следователи осмотрели место ЧП, опросили свидетелей, изъяли документы. В ходе проверки предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц предприятия, в обязанности которых входит контроль за соблюдением правил охраны труда и безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что 10 января в Барнауле на шинном комбинате произошел пожар. В одном из цехов замкнул электродвигатель. Работники с помощью огнетушителей потушили возгорание до приезда пожарных. Виталию Манишину продлили арест. Речь идет о бывшем чиновнике из Калманского района, которого называют возможным политеховским маньяком. Срок его нахождения под арестом истек 2 января, однако суд продлил меру пресечения до 2 апреля. При этом защита Манишина несколько раз пыталась оспорить решение и перевести его на домашний арест. Напомним, бывшего чиновника задержали весной прошлого года. Изначально мужчину обвиняли в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки. Причем преступление произошло еще в 89-м году. Затем Манишина начали проверять на причастность к другим убийствам, в том числе абитуриенток политехов в 2000 году. По информации СМИ, во время допроса Манишин признался в этих преступлениях. Также есть предположение, что жертвами Манишина стали еще несколько человек. Это студентки и 54-летняя женщина. Сегодня в России отмечают День печати. Профессиональный праздник всех, кто работает с информацией. Журналистов, корректоров, издателей, редакторов, а в последнее время еще и блогеров. В честь этого события в нашем регионе отметили лучших работников сферы. Кто в их числе? Смотрите далее. 320 лет назад вышла первая российская газета, основанная Петром Первым. С тех пор профессия журналиста пережила не одну трансформацию. Расширялась жанрова по числу специалистов и даже с точки зрения конкуренции. В последние годы на пятки пишущие профессиональные братья наступали блогеры, а сейчас еще и искусственный интеллект. Но несмотря ни на происки конкурентов, ни на разные ограничения, профессия живет. Только в нашем регионе в сфере СМИ трудятся тысячи человек. А в прошлом году активную деятельность начал Краевой союз журналистов. Главная наша цель – это защита социальных и трудовых прав журналистов, их безопасность, поддержка этических и профессиональных стандартов. Мы находимся в поиске необходимых и полезных для СМИ решений по разным профессиональным вопросам. В новом 2024 году мы планируем сделать Алтайский союз журналистов главной площадкой для обмена профессиональными мнениями и опытом в регионе. А опытных представителей профессии у нас достаточно. Так ушедший 2023 выдался удачным и для нашей редакции. Накануне профессионального праздника «Дня печати» корреспондентам телеканала «Толк» вручили дипломы первой и второй степени в краевом конкурсе. Жюри отметила не только наши сюжеты, но и программы. Внимание и место на пьедестале удостоилась новая рубрика «Я раскаиваюсь», уникальная для алтайского телевидения. «Я раскаиваюсь. Один из самых просматриваемых проектов на нашем телеканале, на ютюбе, в социальных сетях его смотрят, но при этом критикуют. И то, что я раскаиваюсь, оценили на таком высоком уровне в Союзе журналистов Алтайского края, лишь подтверждает мою мысль о том, что эту работу нужно продолжать». Победителями первого конкурса Алтайского отделения Союза журналистов России стали 10 журналистов из Барнаула, Бийска, Камни-на-Аби, Благовещенского и Ребрихинского районов. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Еще 8 лет назад журналистику отнесли к числу исчезающих и деградирующих профессий. Но остается немало экспертов, уверенных в том, что отрасль, несмотря на все сложности, продолжает трансформироваться и развиваться. Так есть ли будущее у профессиональной журналистики и способна ли она еще глаголом жечь сердца? В интервью моей коллеге Татьяне Голубевой свое мнение выразила известный в Крае журналист, доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского госуниверситета, руководитель детского телевидения «Кванториума» Елизавета Монского. Елизавета, здравствуйте. Вы известный в Алтайском крае теоретик и практик журналистики, профессии, в которой многие ее представители, ну, как они сами говорят, разочаровались. Вы вообще когда-нибудь испытывали разочарование? Что вообще для вас журналистика? Здесь, наверное, надо разграничить, включу теоретика, профессия и сферы деятельности журналистика. В профессии нет, конечно, никогда не было разочарования, потому что профессия – это набор стандартов, компетенций, технологий, правил, этических норм. И ты заходишь в эту профессию, ты знаешь. Эти правила, стандарты, они тебе нравятся, не нравятся, но ты их соблюдаешь, а мне они нравятся. Эти правила, которые у нас установлены, мне кажется, они позволяют делать то, что мы должны делать. А вот то, как профессия функционирует сегодня, то, в каких условиях мы находимся, то, что делает человек с этой профессией, то, как он поступает со стандартами, правилами, это, безусловно, часто вызывает разочарование. Но профессия сама по себе ни в чем не виновата. Эта профессия прекрасна, она дает возможность постигать мир, делать открытие, делать мир лучше, просвещать, образовывать, информировать, да, и можно перечислять все остальные функции. Здесь все зависит от человека, какие он задачи перед собой ставит и какую цель он видит для себя в реализации вот в этой профессии. Из-за развития цифровизации и искусственного интеллекта некоторые эксперты говорят о том, что журналистике осталось жить, но не больше 10 лет. Вот что вы бы могли сказать по этому поводу? Очень сложно сейчас делать какие-то прогнозы относительно развития технологий. Давайте я приведу очень простой пример. Мы сейчас делаем детский проект в рамках такого большого проекта детского телевидения, такая первая ласточка программы, тоже просветительская, научно-популярная, детская. И у детей была первая задача выбрать себе тему. А тему им надо было выбрать на букву. Они были ограничены определенным образом. Вот есть набор букв, и на какую-то букву им надо выбрать объект, тему, о которой они будут рассказывать. И вот у мальчика буква И. Алтайский край, еще есть такое ограничение. И вот он приходит на очередное занятие, мы обсуждаем тему, такая редакционная у нас планерка, и он говорит, я нашел тему. Я буду рассказывать про индастырские курганы. Я говорю, что это? Я говорю, что? Я думаю, господи, я знаток всех древних кладбищ Алтая. Думаю, какие индастырские курганы? Неужели я что-то не знаю? Начинаю перебирать у себя. Говорю, да нет, думаю, вы уверены, точно индастырские? Я говорю, таких нет курганов. Это как минимум должно быть географическое какое-то название. Индастыр. Думаю, что это такое? И я начинаю у него спрашивать, а ты где вы это взяли? Он говорит, я спросила у GPT. И вот вам пока реальное противостояние искусственного интеллекта и меня, человека, который по археологии перелопатил все, что только можно. И я знаю больше, чем искусственный интеллект о всех курганах Алтайского края. Это совершенно точно. И вот пока эта битва искусственным интеллектом со мной проиграна. Но я думаю, это пока, безусловно. Ну, 10 лет вот они дают. 10 лет, не знаю. Может ли профессия журналиста в современных условиях всевозможных ограничений все еще сеять разумное, доброе, вечное, менять мир к лучшему? Журналистика или журналист? Вот здесь всегда такой вопрос очень важный. Когда мы говорим просто журналистика. Может ли быть журналистика честной? Нет. Честным может быть только конкретный журналист. Может ли быть журналистика вот такой, да, сеять доброе, вечное? Нет. Но конкретный журналист может. И это сегодня выбор каждого. Это сегодня выбор каждого. Достаточно сложный. Можно все бросить, от всего отказаться. Можно идти на компромиссы. Вопрос в том, где этот компромисс заканчивается, начинаются уже какие-то более серьезные вещи. Где ты уже подписываешь контракт с дьяволом. Это выбор личный. Но я думаю, что мы находимся сейчас в ситуации постоянного развития цифровых технологий. Мы никуда от них не спрячемся. И продолжать обучение этим технологиям надо. И продолжать обучение стандартам, правилам, нормам. Вне зависимости от того, что сейчас сфера находится в кризисе. И понятно, что по тем стандартам и правилам, по которым мы работаем в обычных условиях, сейчас работать невозможно. Но все когда-нибудь заканчивается. Мир всегда меняется. Времена тоже меняются. И журналистика так или иначе зависит и принимает формы и свойства того общества и государства, внутри которого оно функционирует. Меняется общество, меняется ситуация, меняется журналистская сфера. И меняется система журналистики. И, конечно, к этому надо быть готовыми. Это очень подвижная среда. И здесь, наверное, надо сохранять, в том числе, пытаться сохранять традиции, стандарты, правила, этические нормы. Сохранять общую культуру, языковую. И многое другое для того, чтобы, преодолев кризис, выйти на какой-то новый этап развития. А что может сегодня журналистика предложить детям? Первая медиаграмотность. Я считаю, что детей надо учить информационной гигиене, надо учить пользоваться цифровыми технологиями так, чтобы действительно они были инструментами. Не ты раб технологий, а они подчиняются тебе. И ты их используешь как хороший, очень удобный инструмент. Мы работаем с детьми все равно с нарративами. Сейчас же клиповое сознание, так или иначе, создает проблему очень важную, и в том числе для детского сознания. Дети с трудом начинают создавать структуры, нарративные структуры, сложные, и выстраивать какие-то причинно-следственные, логические связи. Когда мы занимаемся журналистикой, когда мы занимаемся текстами, когда мы занимаемся созданием программ, мы даем им возможность работать в рамках этого большого нарратива. Выстраивать структуры, драматургию, логику. Это потом поможет им в любой работе. Какой будет журналистика будущего, на ваш взгляд? Давайте немножко поразмышляем. Пока сохраняется тренд, безусловно, на визуализацию. Картинка все, текст ничто. Смартфон победил окончательно персональный компьютер. Соответственно, наладонник и формат наладонника будет подтягивать под себя все остальные технологии. И с этим наладонником придется считаться и дальше. И нам придется весь контент подстраивать под него. Тренд социальных сетей сохраняется. Да, у нас здесь серьезные изменения, потому что в поле изменилось игроков. И те социальные сети, которые были наверху нашей пирамиды в лидерах, и те, которые использовались активно для бизнеса, маркетинга, продвижения, сейчас идет некие изменения этого поля. И пока тяжело, я вижу, что этот процесс очень тяжелый для многих игроков. Ну, каким-то образом, я думаю, что это разрешится рано или поздно. Но социальные сети будут продолжать играть основную роль. Телевидение пока, пока, да, потому что мы находимся вот в современных условиях, оно немножко перестало терять, потому что теряло оно очень большие объемы. Аудитория в Европе глобально теряло по сравнению с Россией. Потому что Россия все-таки, она так же, как Италия, например, север Европы – это читающий регион, Россия, Италия, юг Европы – это смотрящий регион. Как Маклюэн их называл, цивилизация уха и цивилизация глаза. Вот у нас больше сильны такие фольклорные, архаичные традиции, поэтому мы скорее относимся к цивилизации, как раз которая любит телевизор. Хотя нам всегда же казалось, мы якобы Советский Союз, мы все такие читающие. Если вы откроете замеры, данные, вы увидите, что сейчас телевидение не так сильно теряет. Я думаю, что качество смотрения изменилось совершенно по сравнению с тем, каким оно было 15 лет назад. А вот качество смотрения другое. Это уже, знаете, как утюг, как холодильник и прочее. Это болталка, которую не смотрят, а слушают. И здесь бы, конечно, телевидению тоже задуматься. То есть если тебя не смотрят внимательно… Ты превращаешься в радио. Ты превращаешься в радио с картинкой, да. И ты такой подкаст. Как сохранить… Да, и главное – доверие зрителям. Сохранить просто… Это должен быть качественный контент. В первую очередь это очень сложно, потому что качественный контент так или иначе требует не только технологические совершенные картинки, монтажа и прочего. Но самое главное – это должен быть человек, который выдает качественную информацию. Он выдает что-то новое. Информация – это то, что всегда приносит что-то новое, что снижает уровень неопределенности. В чем проблема, опять же, там, кризис современной журналистики? Мы получаем очень много информации, которая никаким образом не снижает градус напряженности и градус неопределенности. Соответственно, это не информация, это шум. У нас очень высокий уровень шума, и, к сожалению, журналистская среда принимает в этом участие. Я очень часто включаю, в том числе и региональные, и я понимаю, что 80% того, что передает сейчас журналист, это шум. Он мне ничего не дает. Вот и весь ответ. То есть нет хорошего качества информации. А почему этого нет? Это отдельная большая тема. Я думаю, что в ближайшем будущем, если мы говорим о перспективах, как раз надо будет менять вот этот подход. Большое спасибо. Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России. Какие мероприятия, посвященные юбилею известного в мире художника и общественного деятеля, пройдут в нашем регионе, накануне рассказали журналистам. Древнерусские восточные традиции, красота живой природы. С пейзажами Николая Рериха знаком весь мир. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося художника, мыслителя, писателя, путешественника. С Алтаем Рерих связан прочно. В 20-е годы прошлого столетия он отправился в экспедицию по Центральной Азии, исследовать малодоступные районы и искать волшебную страну Беловодье. За пять лет он преодолел 25 тысяч километров. Путь его проходил через алтайские города и села. В честь 150-летия со дня рождения Рериха по всей стране пройдут памятные мероприятия. Алтайский край станет центром празднования. Мероприятия пройдут в два этапа. Первый в апреле, второй в октябре. 13 апреля здесь, в Государственном музее истории искусства, литературы и культуры Алтая, будет открыта выставка культурных ценностей, которые нам предоставит Владимир Андреевич Росов. Ну и, конечно, наверное, самой привлекательной для широкого зрителя станет выставка подлинных работ Рериха из Музея Востока, город Москва. Более 90 работ будут представлены, соответственно, на площадке музея-город в зале, который находится на Два Толстого. В апреле запланирована научная конференция, концертная программа, классные часы во всех школах региона, на которых детей будут знакомить с многогранной личностью Рериха. Не менее насыщенной будет программа и в октябре. Государственный художественный музей представит нам выставку художников Ивзы Рудзиты и Леопольда Цесюлевича. Известные художники наши. Их работы в фонде музея имеются и тот, и другой являются последовательными Рериха. И поэтому их творчество вот так вот отдельно мы решили представить на музейной выставке в художественном музее. Кружки, шоперы, шапки, ручки, наклейки, блокноты. Дизайнеры разработали фирменную символику года Рериха. Сувенирная продукция ярких сочных оттенков в цветовой палитре художника. В образное решение вошли его, безусловно, картины. То есть его картины преимущественно, это, конечно, пейзажные работы, которые включают изображения Алтая, Тибета, то есть горные массивы. И, собственно, сама графика, она основана именно на вот этих вот, скажем так, грубых, достаточно ломаных линиях горных пейзажей. Сувенирную продукцию жители края смогут приобрести уже весной, на праздники цветения моральника. А в Барнауле установят памятный знак, посвященный 150-летию известного мыслителя. И среди планов городской администрации это возведение такого арт-объекта, посвященного 150-летию Рериха, на территории Приречного сквера, недалеко от нас, в местах, где сам Рерих был. Сейчас идет разработка проекта этого памятника. Ну, не памятника, а именно скульптуры такой, из природных материалов, из камней. На Бирюзовой Катуни сейчас продолжают обустраивать парк, посвященный Рериху. Здесь оборудуют пешеходные зоны, скамейки, тематические стенды. В туристско-рекреационной зоне появится даже театр. По мнению специалистов, это однозначно повысит интерес путешественников к Алтайскому краю и Республике Алтай. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Сегодня финальный день новогодних празднеств. Россияне, в том числе жители нашего региона, отмечают Старый Новый год. Он пришел в нашу культуру в 1918 году. Тогда большевики и юлианский календарь сменили на григорианский, по которому жила вся Европа. Отмечают праздник с гораздо меньшим размахом, чем 1 января и чаще всего в семейном кругу. Кстати, до Старого Нового года остается всего несколько часов. Встретьте его с хорошим настроением и в хорошей компании. К тому же завтра еще один выходной и рано вставать не потребуется. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя. Со Старым Новым годом всех. И напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания Эвалар. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok